и снова всем привет как говорит аленка если вам вот интересно то можете дальше продолжать смотреть я решила все таки сделать обзор пустых баночек свой первый обзор баночек которые специально откладывала не выкидывал или там не пускал куда-то там на какие-то свои экспериментальные нужды в плане там мыльных экспериментов их всего лишь 7 ну я думаю надо что-то начинать чем начну я с туда уже правда тут прозрачная так помыла я обычно когда гель заканчивается и вот так водой разбавляю там вымываю все выливаю на губку чтобы так сказать ничего не пропало это был и франшевский гель коллекция ягодный блюз гель для душа с блесками 250 миллилитров пах он ежевикой блески там действительно были такие блестящие желто-серебристые как маленькие кусочки не знаю каких-то штучек пока и мылишься он действительно блестел на губке на теле когда смываешь блески исчезали что мне радует вообще гели с блесками или масла с блесками не люблю если у меня время останется или там я вспомню то может быть достану масло для тела и франшевская апельсина и шоколад она просрочена по моему я не знаю что хочу выкинуть наверно надо его уже там половина истраченная она хорошо увлажняла кожу но она была с блесками не люблю я блески и в общем она на коже отставляла нежную такую пленочку аромата ежевики увлажняла она хорошо стоил он по моему 169 рублей если я ничего не путаю и вот он продавался в начале в конце прошлого года начале этого года возможно на сайте еще что-то осталось вот такая вот баночка такой вот крышечкой не очень удобно было выливать потому что могло много больше чем нужно вылить этого гелика он был довольно густой но его принципе надолго хватало так сегодня вот у меня закончился той же серии тоже и франшевский коллекция новогодняя гель для душа ягодный блюз 200 миллилитров тоже ежевика он был без блесток тут вот еще какая-то там уже наполовину с водой осталось может быть будет видно кстати вот если здесь флакон был прозрачный а гель сам был ближе к фиолетовому такому даже ягодному темному то здесь гель непрозрачный сам этот флакончик непрозрачный гель в принципе такой же ну вот может быть видно будет он мне очень нравился он тоже он ну ну хватало его не знаю надо было вот столько наверно мне надо было вылить там где-то с палец толщиной на губку чтобы нормальная пена была потому что я люблю большую пену и он увлажнял кожу он не сушил ее я его даже советую если еще вот будете там в фроши бутиках может быть увидите несколько раз было были распродажи за год возможно еще что-то осталось у них или на сайте и фроши то он стоит по-моему 129 рублей если не подорожал может быть ну я считаю что принципе для и фрошиевского геля это нормально 200 миллилитров 129 рублей учитывая что-то лимитирована коллекция он пах ежевичкой хороший такой из этой же серии только уже малина это было жидкое мыло так где у нас тут красные ягоды 200 миллилитров чем она хорошо пенилась она увлажняла кожу она не сушила совершенно и она пахла малина но была красненькая такое по цвету густенькая и она у меня так нравилось что я даже иногда его пользовала как гель для душа ну я не заметила особо разницы у меня был такой гель для душа летом закончился и что гель для душа что жидкое мыло красные ягоды вот такое тоже кстати 200 миллилитров что гель для душа что жидкое мыло разницы никакой в консистенции не знаю может конечно какая-то все-таки была но он не нравился он не сушил кожу и тут довольно такой хороший дозатор можно капнуть там что-то еще может какая-то вода что-то осталось флакончик мне тоже такой удобно он мне нравится так буквально на днях у меня закончился и фрошерки один из моих любимых шампуней тут по-моему практически все и фрошек за исключением одной баночки вот в общем покупала я его магазине ибо тут вот такая вот штучка осталась шампунь камере для всех имели для любого типа волос по-моему он был даже любого типа волос тут 300 миллилитров стоил он примерно 220 рублей я не помню то ли я этот брала по скидке то ли он не шел в подарок за бонусы баллы то ли брала по полной стоимости он горчит немножко пахнет такой горьковатой травкой там чего-то совсем еще чуть-чуть осталось может быть будут видно бледно-желтого цвета ближе такого даже желто-зеленого цвета он он хорошо промывал волосы у меня волосы да ну в принципе они жирные и тонкие и где-то я практически каждый день мой иногда бывает что через день через два дня это очень редко но в общем он хорош у меня волосы от него не спутывались никакого бальзама или ополаскивателя после него не надо они мягкие они скрипят когда их вот мокрые только еще смоешь шампунь он очень хорошо пенился он в принципе нравился моим родственникам и мне он тоже кстати он все еще тогда еще на тот момент был сделан во франции в общем если решить о такой шампунь покупать то я его он тоже советую он универсальный вот допустим есть эко-шампунь в эфраше он не всем подходит он тоже так примерно той же серии там тоже гомомелис есть и он вроде как даже пахнет возможно какой-то кислинкой цитрусовой но если эко-шампунь допустим не подходит а у кого там волосы сухие или что-то другое не знаю может нормальная он не очень подойдет этот же универсальный советую его если буду в ярославле будет возможность зайти в эфраше то я наверное вот там куплю так это у меня уже правда без этикетки на самом деле это было жидко киев жидкий крем я так его называю вообще это назывался крем для рук флорисан фруктовая фантазия или симфония точно не помню фруктовая симфония яблоко он долго-долго не кончался наклейка была такая по кругу я просто и отодрала чтобы узнать когда же он уже закончится что хочу сказать в отзывах я читала про него я думала но он не достался в поменяшках вряд ли девочка могла его там разбавить как-то или еще что-то наверно все таки на самом деле был такой вот жидкий вот за хоккей читала что он вроде него с несколько густоватый был он был очень жидкий он кожу в принципе он увлажнял на сайте производителя прочитала что он там тонизировать или еще что-то в общем кожу он не тонизировал он ее увлажнял его на очень долго хватает он конечно жидкий если его выдавливать не знаю может получится сейчас чего-нибудь надавится вот такая вот штука внизу то там уже от слоилась что-то такая водичка принципе по сроку годности то он еще мог бы прожить месяца 4 он по моему 18 что ли месяцев у него срок годности был я его пользовала и как крем для рук и как крем для ног и как молочко для тела хорошо увлажняет единственный минус остается липкая пленка и она довольно долго сохраняется пах он никаким не яблоком какой-то непонятной нежной химией бывает нежная химия вот наверное бывает поэтому и он и пах флакончик мне нравится если у меня получится нормально отмыть эту всю хренатень то может он у меня пойдет мои эксперименты с домашними шампунями так это вот как раз из последнего и фраше заказа масло для ванны пряная ваниль 150 миллилитров по цвету оно было такое же примерно как и сам флакончик какой-то между оранжевым и чем-то таким между шоколадно светлым шоколадом и оранжевым что-то такое кстати вот оно с такой вот дырочкой было запах еще остался такой сладостный между ванилью сладкой и действительно чем-то таким перчиком каким-то пряным хватило не этой штучки всего лишь на две ванны первая ванна у меня вышла там написано несколько колпачков в общем вышло у меня пять таких колпачков пена получилась нежная белая совершенно небольшая вода была действительно как написано что молочная молочная вуаль но насчет молочной вуали ничего сказать не могу может быть конечно это была и вуаль вода в ванной окрасилась в нежно-белый такой молочный цвет можно было разглядеть маленькие пузыречки шарики маслица нежная вкусная расслабляющая действительно после ванной правда приходилось принимать душ лучше с гелем иначе на коже оставалась масляная пленка и как-то не очень приятно было так что хочу сказать я пыталась его пользовать как гель для душ потому что в принципе пены для ванны франшевские можно пользоваться как гели для душа но тоже в принципе гель по идее то да здесь у меня ничего не получилось попользовать ее как гель для душа пыталась ею на губку выливать и колпачок и полтора эффекта было ноль на коже она давала небольшой такую полупену полупленку белую но нифига не пенилась уж простите мне мой французский так сказать и в результате я его решила истратить на ванну получилось у меня две ванны стоит это счастье 379 рублей за 150 миллилитров мне кажется что это довольно дорогое удовольствие это на только на два раза ну оно такое интересное и если хотите себя побаловать то можете себе приобрести я думаю она будет создаваться может быть до февраля следующего года и последняя баночка наконец-то они у меня закончились это наверное ну вообще у меня их именно таких было наверно 4 или 5 баночек я не помню было ли у меня цветочная диска это классическая цветочная диска и в роше туалетная вода было ли она у меня 50 миллилитров или 50 миллилитров было только ночной диска в общем это наверно третья уже баночка по счету четвертая у меня там стоит там осталось еще тоже там не знаю может на 2-3 раза и 5 это как раз последнего заказа что я показывала шикарные духи сладкий нежный мандаринчик малинка цитрусик какой-то такой и он в принципе довольно стойкий даже для туалетной воды я не знаю то ли мне выкинуть эту коробочку они у меня раньше хранились от 11 года лимитки десятого года лимитки это тут классический потом я правда выкинула ибо барахла мне довольно много и то что вы тут видите там за стеной на стене или еще что то это так просто красивая барахло а так барахла очень много но где-то там убрано мне нравится вот эта корышечка видит цветочка раньше не стоили 950 рублей 30 миллилитров 1400 рублей 50 миллилитров сейчас они стоят по моему 1200 если они путают эти 30 миллилитров если бы вот эта трубочка была чуть подлиннее то можно бы было совсем чуть-чуть вот там возможно видно вот на камеру несколько капелек осталось можно было бы все это выброскать я не знаю как вот эту штуку снимать конечно она мне вроде как отпрыгивала да вот она у меня отпрыгнула но как оттуда в это что все достать я совершенно без понятия мне кто-то и знакомый посоветовал эту снять но как ее снять я не знаю и вот я в раздумье с одной стороны барахла много с другой стороны аромат не нравится с третьей стороны чё с ним делать красивое красное стекло флауэр пати сточная диска и фраше ну что даже не знаю наверное на этом все или не все или рискнуть камерой достать все-таки это масло если она мне недалеко убрано я попытаюсь его вам частично порекламить она кстати два года уже живет в фраше и в прошлом году она была как лимиткой в этом году в начале она была как лимиткой сейчас все таки попробую вот далеко ходить не пришлось тут уже наклеечка сползает видимо от самого масла вот такое оно в нетрясенном виде тут вот видно это блески это золотишки не плавает сейчас мы его потрясем вот сейчас она выглядит вот так кстати зря эту бумажку брала может сейчас на ней надо было прочитать что там написано тут дольки цитрусовых нарисован так какао и апельсин 150 миллилитров что у нас тут было то коллекция ароматная какао была такая коллекция масло с блестками для тела и волос не насчет волос может быть на сухие волосы это вот и нормально или на нормальные для жирных я бы не рискнула он в принципе она увлажняла на хорошего можно было я в основном пользовала на ночь после душа или ванной но у меня напрягали эти блески и мне хотелось уже даже иногда скорее его его смыть потом я его пользовала уже просто в своих химических экспериментах в шипучих солях сейчас вот оно осталось с одной стороны это в принципе не еда может быть еще оно и пригодится и можно его пользовать как-то с другой стороны у него срок годности закончился в сентябре этого года сделано во франции эти вот золотистые блески но кстати хочу сказать что шипучая соль для ван с этим маслицем была очень клёво оно шипело там блески такие плавали масляные кружочки ну и тут такая же вот маленькая дырочка как его флакончики